Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что на ютубе у меня нет теперь возможности стримить до 3 декабря, поскольку мне кинули страйк из-за того, что я рестримил турниры, официальные матчи с одного канала Мейнкаст. Поэтому из-за этого мне прилетел страйк от них и мне заблокировали стримы до 3 декабря. Кто подписан на мою группу, знает уже об этом, также в беседе вконтакте писал. Если хотите узнавать о новостях канала, подписывайтесь на группу и беседу вконтакте. Вот это предупреждение, действует оно до 3 декабря 2020 года. Поэтому подписывайтесь на мой твич канал, задрот сотового левела 1. Тут проходят прямые потоковые вещания, так сказать. Вот как видим, стримлю почти стараюсь каждый день, сейчас очень сильно заболел, поэтому стримы не так часто. Но как только я выздоровлю, стримы будут каждый день, буду стараться штамповать их каждый божий день. Всем приятного просмотра. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами я, задрот сотового левела. Пока я отдыхаю на море. Решил запилить для вас видосик. Пришел ко мне новый микрофончик. Сейчас его затестим, затем соберем комплект, который мне пришел. Ну и вообще посмотрим в целом весь микрофон. Поехали! Так, вот в такой коробке он мне пришел. Профессиональный микрофон написано. Открываем. А тут уже все разобрано. Ну, кроме того, то что тут есть ветрозащита в комплекте идет. Ее я не одеваю, потому что у меня звук микрофона намного хуже становится. Также тут еще одна штучка какая-то осталась, которая вообще я не знаю, куда она крепится, не пойму. Если кто знает, пишите в комментарии, что с ней делать. Потому что я не понял, куда ее нужно крепить. Это единственная вещь, которая осталась здесь в коробке, которую я не использовал. Вот так вот, в общем, коробка выглядит сама. Тут я уже все вытащил. Сейчас покажу, как соберем. Так, ну что, начинаем сборку. Вот, собственно, я уже разобрал все. Вот сам микрофон. Если хотите разобрать и посмотреть, что там, это можно сделать вот так вот. Откручивайте вот эту штучку. И вот тут вот смотрим. Если вам интересно, что внутри этого микрофона, вот так он разбирается. Так, разборку я вам показал микрофон, если вам нужно было это. Ну, как видите, вот микрофон сам, да? Вот сюда есть что говорить, если видно будет на видео. Вот с этой стороны, где BM800 написано, надпись. Вот с этой стороны нужно будет говорить в микрофон. Вот сюда. Так, затем у нас идет провод, я уже его распаковал. Он у нас завязан был, вроде как. Так, вот эта, смотри, часть идет в компьютер, в разъем. В вашей звуковой карты. А вот это в микрофон. Вот, вот этой частью. Вы ее зажимаете и вставляете в микрофон. Вот тут будет такая прорезь. Отверстие такое будет. Вот сюда и надо вставлять передом. Надо его сильно только воткнуть, чтобы не дергался. Ну, вот так вот пойдет. Для начала нужно было бы воткнуть его в паук, а только потом уже подключать к нему шнур. Забыл про это, извиняйте. Сейчас к пауку тогда его воткнем. Паук. Вот, как видите, вот он паук. Паук у нас очень плотный. Чтобы специальный микрофон не упал, поэтому чуть надо будет постараться, чтобы засунуть его в микрофон в паук. Ну и вот само крепление к основному креплению, к стойке. Затем мы подключаем его к проводу, как я показывал ранее. Все, подключили его к проводу. Это можно уже ставить на стол компьютерный. И идем дальше. Дальше у нас идет крепление, стойка и крепление к столу. Давайте начинать крепить. Для начала крепим вот эту штуку к столу. Прикручиваем ее. Все, прикрутили крепление. Как видим, держится. Сюда будет у нас засовываться стойка. Теперь берем стойку. И вот этой вот стороной засовываем ее вот сюда. Как видим, крепление у нас установилось. И теперь можем вот сюда. Вот у нас в полке специально есть отверстие под это. Вот специальное отверстие. И этим отверстием сюда и засовываем. Затем крутим вот этой штучкой. Дай, смотрите. Дай, я в таком клубе. Дай, я веще. как видим закрепили все держится можно теперь приступать к тому чтобы поп-фильтр накинуть еще прикрепить поп-фильтр к стойке вот сюда смотрите вот крепление у поп-фильтра и крепим куда хотите я прикреплю сюда поставили куда нужно и теперь прикручиваем так все прикрутил уже можем еще взять ветрозащиту и а дети тоже на микрофон но как я говорил в начале ролика я ее одевать не буду но покажу вам если вдруг вы не умеете все готово ветрозащита одета так теперь что значит подключением провода который нужно уже в компьютер засовывать передний разъем засовывать вам этот шнур не советую потому что звучание микрофона настолько ужасная будет в общем для этого микрофона он конденсаторный нужно хорошее питание чем больше питания тем лучше звучит микрофон и в общем если у вас нету фантомного питания такая коробочка в которую засовывать нужно ваш микрофон он дает вам 48 вольт благодаря этому питанию ваш микрофон становится намного лучше звучать потому что него идет намного больше питания но поскольку у меня фантомное питание нету но я буду скорее всего заказывать его фантомное питание потому что с фантомным питанием как я говорил уже микрофон звучит намного лучше даже не надо обрабатывать ничего поэтому не засовывайте в передний разъем микрофон засовывать его в задний потому что за когда я проверил передний и задний передний воткнул звук на вообще ужасный был задний разъем когда я засунул звук стал намного лучше потому что видимо переднем разъеме питание очень маленькая подается а в заднем подается питание очень хорошее побольше так ну вот я уже записываю с этого микрофона без поп-фильтра поп-фильтра я убрал он не мешает если вдруг у вас какие-то на видео или там на стримах например слышны будут всякие дыхание микрофон например сейчас наверно слышно микрофон перебивает эти шумы то поп-фильтра уже можно использовать то есть если слышны всякие дыхания вот так вот оп и все более-менее становится ну или ветрозащиту одевайте в общем я без поп-фильтра пользуюсь потому что мне мешает на пол лица просто в общем сейчас звук как видите хороший это еще с настройками оба ски вроде как всякие фильтры наложены на микрофон потому что если без фонтона питания использовать у вас он будет шуметь ну фоновые шумы будут примеру есть у меня включено шумоподавление и если я уберу это шумоподавление то будут всякие шумы на записи в общем провел небольшой тест всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и всем до скорых встреч как то так